Музыка Музыка Там лошадей можно было подкормить, пешком переночевать и вот так ходили на работу И вот такой трудный путь, причем через горы не по прямой же, а все таки по пустой По дорогам Перевал, дорог никаких не было Походящим начал строить дорогу, когда уже к нему первые крестьяне пришли Они бунтовали, они 4 года не шли И, значит, когда они приходили, естественно, женщины в землянке пробили лес, потом следующее было так, вот, опилились и складывали сушить, опять уходили домой, потом опять приходили, складывали кроматные, ну, чуть для убрежения, намного убрежения, засыпали гермом толстым слоем и поджигали кровь. Без доступа воздуха изнутри. Если вдруг воздух не так пробовался, то бригадир должен был залезть и засыпать. И очень часто люди проваливались в эту гемену. После того, как уголь выгорел, ну, в смысле, получился уже, да, землю убирали и уголь вывозили. То есть они в очередной раз приезжали уже зимой и по санному пути на лошадках с мерным коробом. Вот видите, стоит такая скульптурка, вот он мерный короб. На четырех углах короба, короба были из черемухи и линзира, ставили клейма, заводские мерный короб. То есть они все равно умудрялись, они веревками его стягивали. Представляете, стягут изнутри, еще оттенка меньше, да? И обманывали всяко-всяко. Допустим, учетчик стоит, гостный угли, а замерзнет, уйдет, греться. Они придут их не могут. Ну, я привез в гост. Ну, ладно, ты там сам распрузи, на тебе жетон. Вот такие были жетоны. Вот здесь вот самый вот характерный, который был жетончик, вот смотрите, видите, он разделен по диагонали на четыре части. Наверху буковка З, это завод, допустим, там Кыштым, будет Каше стоять, Каше, а внизу У, Уголь. Вот, здесь вот немножко такие нехарактерные, но тоже интересные. А что с ним делали? Куда эти жетоны? Вот, допустим, ему такой урок был, задание 50 коробов привезти. Вот ему выдали штончик, он сложил в карман, завтра привез там три короба, послезавтра три короба. Постепенно набиралось 50. Он их сдавал в контору, и ему говорили, можешь домой ехать? Пока 50 не сдашь, домой не уезжаешь. Ну, вот, если такое задание, да? Вот это убежение. Представляете, какая адская работа? Все время в лесу, все время в деревянке, все время, я так говорила, без доступа воздуха. А без доступа воздуха – это не до углекислого газа, а до водки, с уродом угарный газ, да? То есть, конечно, работа была просто адома. А на заводах работали мастеровые люди, которые жили в заводах. Это были конкурентные специалисты. Они жили оседло, более ничем. А вот эти вот припеснуки, вот, входили на работу. Вот, мы себе представим. И первый завод у нас назывался Петро Парманский. Максим Паходяшин его строил в лично богатой магнитной руке, найденной на рече в полуруке. И у нас вот здесь есть инструменты. Прямо с клеймо Максима Паходяшина. Вот, если бы вы к нам приехали, мы увидели бы множество, множество таких. Миша уже нашел, он не принял участный музей. И нас интересовало именно этот опыт, когда устроился Петропавловский завод. Он первый раз продавал чугун, что-то перековывали в железо, в основном чугун. Все раздевалось на строительство. Строительство было очень ужасно такое. Даже сейчас мы едем, когда мы наезжаем еще в природные друзья, у меня условия. После того, как в Куре, это уже все раздеврало, это уже, ну, мы с ним обхоры, болото, камни. То есть завод, как достроился, не было ни дороги. Вот, когда них, возможно, было и на оленях, и на собаках. И в зрении железо мне доно, если из Алапаевска, вот на оленях. Вот такие условия. Ни паши, ни огороди, ни людей даже. То есть люди приходили исчерпливать. Там есть всего 150 примерно в области. Все, больше никогда не было. И вот в таких условиях строили с собой. Первый год он проработал, и вдруг, ну, надо знать, это свой снизу в природных находит богатый человек. Содержание меди было прально, вот 10 до 16%. И на давних трехзабоях просто шли медные самородки до 24% в некоторых забоях. Все остальное шло в отвалы. Эти отвалы потом уже после смерти Кейфаняшина, когда уже продали государство наше округ, все это перерабатывалось долгие-долгие годы. Потому что сейчас строят признаки при содержании 0,2-0,3 десятых процентов. Вы представляете, какие были богатые отвалы, да? Вот. И он сразу строил туринские рубрики. Пошла медь, он сдавал на пушки и на денежки. Вот он, Екатеринбургский манер, вот денежки. Везде на каждой денежке есть буковки Е. И это наша медь с 1760 года сдавалась в Екатеринбург. Медь была очень чистая, вот она шла на деньги. И на литерку ушел. И вот уже на эти деньги устроен второй завод рядом с туринскими рубриками. И Похотяшин становится медным королем России. Его очень мало знают, но это был человек, который давал 30% российской медиции, уральской, а российской. У него было 28 рудников на Алтае медных, он купил. Сколько ему было лет, когда он начал? Он начал 50 с небольшим лет, он с 709 года, а начал строить в 58 году. Не-не-не, до этого он был купцом. Он держал винный откуп и держал юмской откуп. Это были очень прибыльные дела, да? То есть деньгами порядок было. Да, деньгами у него был очень хороший купол, крепко стоял на ногах. И вот он захотел... Верхотурье в то время было таможне еще между Россией и Сибирью. Это была внутренняя граница, внутренняя таможня. И Верхотурье процветало. Но в это время уже была открыта и Петеринбургская дорога, и Верхотурье начало умирать. И он как такой сметливый мужичок, он понял, что тут ловить нечего, надо уходить в горнозаводчики. И вот он пытался на Алтае заводы купить, но купил только рудники. Верхотурье написал, заводы из Гниги. Вот, и купил там рудники. Значит, потом вот построил здесь свои заводы, вот наш железоделательный и плавильный, потом Богословский завод, вот Лялий Николай Павдинский завод, железоделательный. Потом купил за хребтом Пожевской завод вместе с крестьянами. И часть крестьян вот перекинул к себе. Потом купил возле Белого моря Нюгумчинский завод. Можете себе представить, от Алтая до Белого моря. Не могу быть. Не можете, да? Причем он работал в основном без компанеров. У него был один компанен, купец власти, но они на почве золота поссорились и разошлись. Он делал все со своим старшим сыном Василием. У него было четыре сына. Второй сын, не установлено точно, был ли он сыном или племянником, второй сын ушел в чиновничество. А старший сын, который строил с ним заводы, он умер раньше отца. И получилось, что вся его надежда и окоро рухнула, а двух младших сыновей он устроил в гвардию. К тому времени ему Екатерина II уже дала дворянство. Он стал гвардянином. Представляете? Из веркотурских вещам и в гвардянство. И вот. И про сыновей там вообще отдельный рассказ. Они вступили в масоны, занимались, особенно младший Григорий занимался просветительством, привез отцу в Туринск печатный станок, на котором издали книгу, за которую Паходяшин чуть не поплатился в голову. И вообще это оказалось первой уральской книгой. В этой книге были напечатаны воспоминания русского шпиона, которого посылали в Пруссию. Там надо было кое-что спровоцировать. И рассчитывали, что он там погибнет, что он не вернется. А он вернулся назад в Топольск. К нему приставили шпика. 17 лет его караулили, чтобы он не разгласил эту тайну. А он умудрился написать воспоминания, продал Паходяшину, и Паходяшин эти воспоминания издал. Представляете, на Туринской фабрике. А цензором была Екатерина II. Она когда книжку прочитала, еще Фредрик живой, еще все чиновничество живое. Только Бестужка все затеевал, канцер, пустой. Представляете, да? Вот Паходяшин. Говорили, Паходяшин не грамотный. Паходяшин не даже не по графе. У нас есть автограф его. Все, он был грамотный. Представляете, какая история? Ах, верончик, долгой. Сколько лет он проживает? Значит, в 58-м году он начал, а в 81-м году он умер. То есть, в 82-м году он был, 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 в 82-м году он был. В 709-м году он родился, в 81-м году он был. То есть, получается, 70-м с небольшим, 71-м. Ну, дай бог. Да, ну, по тем временам это был возраст, но он был настолько инициативный, он настолько был предприимчивый, что у него было планов еще вперед лет на 10-20. Ну, вот, смерть его нашла. А сыновья гвардейцы не стали этим заниматься. Старший умер, второй ушел в чиновничество и руководил государственными заводами Урала. Ну, правда, 3 месяца руководил, но все-таки. Представляете, вот какая кота и семья, да? У них там и чиновники, и священники были в роду, и полуции были в роду, очень развлекленные. Вот. Ну, вот, новая ему судьба отвела на горно-заводческий. А дети продали, потом это все государство. Этот опыт умирал до тех пор, пока туда не пришли такие люди, как Половцов, Половцов, который был госсекретарь. Он выиграл потом, как вы сейчас сказали, тендер на строительство Надеждинского стали рельсового завода. Это город Сироп сейчас. Он назывался Сиропский, сейчас ему вернули это название. Надеждинский завод. Вот. И Ауэрбах, был нанят Ауэрбах, это выпускник университета Питерского. Он попал к себе Федорова, профессора Федорова, это в Крестуринске Федоровские музеи есть. И вот они вдвоем округ подняли до небывалой. До небывалой. Когда Федоров туда приехал, он отметил, что на душу населения в туринских ручках тиктонов было больше, чем в Италии. Представляете? Там же похожий, первооткрыватель радио, да? И вот в свое училище, в двухклассном, спускали... Мам, надо экскурсию начинать. Нет. Пожалуйста. Ну давай вдвоемная. Нет, нет, нет. Мы стали на тиктехником. Может, завтра или завтра не будете здесь? Нет, я... Хорошо. Ну я никаким экскурсиям не готовился, так скажем, что это с колес. Мы не будем об этом говорить. Не будем об этом говорить, но это все своими руками выкопано, все работает прямо. Найдено самим лично, друзьями. Мы, потому что каждый экспонат здесь с историей, каждый экспонат, это вот душой все найдено, оборудовало. Вот эта коллекция полностью собрана на Северном Урале, то есть это территория Североуральского района, Карпинского, Краснотворинского, Евгеньского, и частично это попадает на западный склон Урала, это Красновишевский район Кировского края. Почему такая территория? Ну, во-первых, мы там живем, и там трудимся, работаем, в свободное время все проводит против поиска. И во-вторых, вот это вот, я сейчас то, что назвал, это чертил границы империи Максима Покодяшина. То есть все привыкли, что у нас, значит, Урал это Демидовый, все связано с Демидовым, ну, кто-то там еще знает Яковлев, вот там еще несколько заводчиков. У нас вот Северный Урал это Демидов. И если брать Максима Михайловича Покодяшина, который вот это все создал, то на тот момент его империя-то, она была не меньше, чем Демидовская. То есть до третьей российской меди добывалось на рудниках Покодяшина, где, вот, вот, Куринские рудники, там, возле Северо-Уральска, нынешнего, то есть это вокруг Петропавловского завода были рудники, до третьей российской меди. А когда был монт Пугачевский, то и половина российской меди добывалась на этих Покодяшинских руднях и плавилась на заводах. То есть было два завода Богословский и Петропавловский. Богословский медиплавильный, Петропавловский медиплавильный и железоделок. Вот, и еще ему принадлежал Николай Павдинский завод, это сейчас поселок Павдар, то есть три у всех таких заводов было. Вот, и основное увлечение, так скажем, в хобби это поиск минералов, лопучи минералов. Ну и в первых же посещениях, так скажем, вот этих вот минералогических объектов стали попадаться инструменты верняков именно вот 18-19 века. Ну и поскольку это попадалось, это же наша история, то есть обратил внимание, что этого практически нигде нет, стали потихоньку это складывать, сначала там где-то в гаражах, на дачах, а потом стало вообще понятно, что это отдельная, так скажем, отрасль коллекционирования, и вот занялся параллельно с минералами и стал собирать вот эти вот предметы труда горняков. и отдельный зал был создан, то есть мы создали Североуральский музей и штукной кабинет. Два зала, они посвящены именно минералогии вот этих мест Северного Увала, а один зал посвящен значит, именно предметам и атрибутике горнодобытчиков. Ну и если говорить о том, какой был главный инструмент, то есть вообще у нас упор идет на ручной инструмент, то есть, конечно, там уже была механизация и всякие конные ворота, но это уже требует больших помещений, больших затрат. Мы в основном собираем ручной горный инструмент и вот этот инструмент, он подразделялся в соответствии с той работой ручной, которая, значит, выполнялась на рудниках. Вот, а работа это вот, вот эти виды работ, они описаны еще во времена, значит, агриколы, вот эти вот книги замечательные есть у агриколы, Ломоносов описывал эту работу и более поздние исследователи там, паутов, узатис, то есть, оно из века в век практически не менялось. Вот, и какая работа была? Была работа лопатная, то есть, лопату взял и сюдаешь, была работа, значит, кайловая, кайло, была работа кирочная, это мы сейчас более подробно разберем, вот этой кирки, была работа клинновая, вот клинья, значит, и была работа парахострельная или буровая, то есть, вот такими гурами гурили шкуры, заряжали корок и взрывали. А тут же наш проб, пока, а сейчас мы дойдем, сейчас подробно все это рассмотрим. То есть, наиболее часто на рудниках попадаются кайолки или кайла. То есть, вот типичная форма, ну, вот, некоторые ребята, исследователи говорят, что вот это пиело тагильского типа, где-то вот это написано было, что это тагильский тип. Я лично не знаю, не встречал вот этих упоминаний, но вот, есть такое мнение, что это кайло тагильского типа. Вот. То есть, это кайло обязательно, ну, в нашем условиях, я не знаю, как в других местах, на Северном Урале, вот, всегда одна лопасть. Единственный раз на старинном руднике мы нашли вот такое кайло, где было две лопасти. Даже сначала не поверили, что это старинный инструмент, посчитали, что, значит, это геологи потеряли что-то типа, когда кладку кирпичей делают вот таким вот долгим. Но потом, на самом деле, на нем открылось клеймо такое же, как вот здесь вот. То есть, ну, это уже однозначно стало понятно, что это 18 век. Вот. Это вот кайловая работа, то есть, кайлой работали по породам, так скажем, ну, не очень крепким. То есть, можно было скучать и откалывать какие-то пласты, куски, или это, может, спонцеватая немножко было. То есть, двухлопастных, то есть, вообще, практически ни разу не попадалось. Все, что попадалось, это уже 20 век. То есть, в 20 веке появились вот эти кайлы двухлопастные. Вот. Там, где породы были и руды более крепкие, там применяли кирку. То есть, то, что сейчас принято говорить кирка, это никакая не кирка, это, ну, обычно кайлов называют киркой. То есть, если открываем любой из старых учебников, вот кирка вот, она имеет или такую форму, или такую, или вот вообще старинная. И похоже, вот это, даже до походящинские времена, это похоже, еще, может быть, даже и 16-17 век. Вот. то есть, отличие в чем отличалось, что кайлой били по массиву, просто рукояткой, да, стучали, ну, используя физическую силу, а здесь эти кирки их забивали, то есть, по ним обязательно стучали, или вот молотком, или вообще были вот такие молоты, или большие кирки какие-то забивали с кувалдами, кувалда там стоит, то есть, ее обязательно забивали. Бывали такие случаи, и довольно часто, когда кирки не было под рукой, и кайло использовали как кирку, то есть, видите, она деформирована, вот эта кайолка, она деформирована, то есть, ее загоняли в массив, стуча по ней, ну, скорее всего, кувалдой, или, может быть, молотком. То есть, если кирки не было под рукой, делали вот таким образом. Вот. Значит, кроме кирочной работы, еще была кленовая работа. Она использовалась довольно редко, вот клене, даже. В основном, она использовалась там, где была какая-то трещиноватость массива, и надо было какие-то крупные куски отколоть. Вот это, допустим, вот эти клинья использовались для добычи флюсового доломита. То есть, на заводы возили флюс, вот этот доломит с берега реки Улс, и чтобы крупные куски были, вот их откалывали вот такими клиньями. То есть, они глубоко не лезли, то, что разбиралось с поверхности, загоняли, значит, по вот этим трещинкам откалывали куски. Вот. Следующая, это ломовая еще была работа, которая не упомянул. То есть, лом, у него, видите, он, немножко конец у него загнул. То есть, его забивали, тоже вот ущелье, за счет рычага выламывали. То есть, клинья их просто за счет того, что на расклинку ушло, отрывали кусок, а здесь выламывали. Вот таких находок было всего две. То есть, вот это тоже 18 век. Вот таких находок на разных точках мы их нашли. Была дверь. Вот. Если вручную разобрать массив не представлялось, возможно, ни с помощью кайла, ни с помощью кирки, значит, ни с помощью лома, тогда использовали вот такой буровой инструмент. Это ручной бур или иначе его называют шлямой. То есть, видите, у него долотчатая форма. То есть, у него внизу немножко расширен вот этот долотто. И, если сам бур, он, ну, обычный металл, обычное железо, ковка, то вот этот вот наконечник, он у него закален. То есть, это закаленный металл. То есть, для того, чтобы он не плюшился, не гнулся при работе, конец закалялся. Ну, и смысл в чем был? Брали вот такой молоток. Такой, такой. Видите, новый, да? Он нисколько не завальцован. Да, этот был такой же по форме. Но вот, что с ним стало. То есть, это тяжелейший труд. И вот, ставят этот бур, удар, небольшой поворот. Удар, небольшой поворот. И вот это вот адская работа. То есть, чтобы пробурить шпур, надо было там, ну, я не знаю, сколько времени, но много. То есть, если сейчас это делает перфоратор, да, то есть, самое ударно-поворотное бурение, то там это делалось вручную. То есть, за годы там были всего метры уходки. То есть, шпур пробурили, там 20-30 сантиметров, один, второй, третий, зарядили туда порох, взорвали, эту породу убрали, еще следующий. И это вот изо дня в день, и за год могли пройти всего лишь несколько метров выработки. То есть, это каторжная работа, дикая была. Но это вот называлось парохострельная работа. То есть, вот это бурение, заряжание, взрывание, это называлось парохострельная работа. То есть, это современниками описано, допустим, в наших местах бывал в Академии Петр Симон Палас, он вот это тоже дело все расписывал. То есть, он посещал годник и говорил, что там вот, вот здесь вот породы, значит, твердые, и тут вот ведется парохострельная работа, что иначе ничем не взять. Вот. Ну, еще возвращаясь к елкам, то есть, были находки у нас инструментов экзотической формы, то есть, вот там я уже упомянул, было еще вот такое, то есть, вообще необычная форма, то есть, проушина как у топора, то есть, если здесь обычная круглая проушина всегда едет, даже здесь, то здесь как у топора. И если бы мы его не нашли в одном месте с другими горными инструментами, то был бы вообще вопрос, а это вообще горные инструменты, где-то может что-то другое. Но это очевидно, что использовалось для подрубки дерна, то есть, когда надо было вскрыть, вот этот дерн срубали, то есть, оно тут, ну, своего рода такая, как тяпка, топор, срубали дерна. Очевидно, что для этого. Вот. И еще применялись клинья для расклинивания кайолок. То есть, если сейчас мы знаем, что там молотки в топоры, забивают там, делают небольшую надсечку и туда забивают клинышек. Обычно деревянные, ну, кому-то ленты деревянные, кто-то железные забивают больше, но они и выпадают лучше. А вот здесь вот забивалась не в середину рукоятки, а сбоку. То есть, она еще служила своего рода такой шиной, которая поддерживала там от излома. такие вот клинья забивались тоже, они иногда попадаются. Ну, это вот коротко рассказал о ручном инструменте. Еще раз повторюсь, что это вот наш округ, я не знаю, как было, допустим, здесь, вот на Южном Урале, там где-то там, на Демидовских заводах. Но я думаю, что примерно так же. То есть, недавно совершенно были в Кунгуре, и там увидели, что кто-то там, мужчина какой-то делает, значит, скульптуры из всяких железяк старинных. Смотрим, вот один в один лежит вот такая кирка музейных-то работников, спрашиваю, а вы вообще знаете, что это такое? Ну, довольно редкая вещь, то есть, в музеях нигде нет. Черт, теперь я иду отсюда. Ну, некоторые даже, может быть, и ценности не представляют, что это все-таки наша горная история, что это практически нигде не представлено. Вот. Ну, и несколько фонарей взял из коллекции, то есть, фонари всякие разные бывали, и первоначально, допустим, освещали с помощью свитцов, вставлялась лучина, забивалась крепь, то есть, это обычные бытовые свитцы. Вот, лучинка, набирали с собой лучин, кончилось, запалили следующую. Были плошки с салом глиняным, то есть, из глины плошка, туда сало какое-нибудь там старое, прогорклое, туда уголек, и вот зажигали, и вот такой вот светильник освещал на работе. Ну, это все малоэффективно, примитивно, то есть, потом стали применяться уже более интересные, значит, светильники, это вот масляные светильники, то есть, есть такая лампа немецкая, Глюкауф, ну, вот, наши сделали по образцу, вот эта вот лампа, называется, бог помощь, или у нее второе название, это бахмутка, то есть, это бахмутские угольные копии, да, ну, сейчас вот тоже Донбасс на слуху, это вот оттуда пошло, вот такие вот светильнички, туда наливали масло какое-нибудь дешевое, обычно это суретное масло, какое-нибудь, и вот такие светильники использовали. Значит, потом развитие вот этих светильников, рудничных, оно пошло по разным направлениям, то есть, пытались, смотрели, какие светильники эффективны, это вот с Англии пришло, то есть, английский инженер Дэви изобрел лампу Дэви, потом, значит, немецкий аналог появился, лампа Вольфа, немножко другая, то есть, тут суть заключалась в чем, это вообще для угольных копий было изначально разработано, но оно потом разошлось, в том числе и по рудникам везде, вот эта защитная сетка сверху, то есть, уголь, это что, это газ метан, это с глубиной, участились крупные выделения метана и, соответственно, взрывы этого газа, взрывы метана, это страшная вещь, вот, и английский инженер Дэви, он изобрел вот такую вот конструкцию лампу, то есть, горение вот этой стеклянной колбы происходит, а продукты горения выходят через эту сетку, но даже в атмосфере, где взрывоопасная концентрация метана, взрыв не происходит, потому что нагрев, он на эту сетку передается равномерно, и за пределы сетки пламя не выходит, то есть, не происходит воспламенение метана, и такие лампы, вот у меня есть вообще новая абсолютно лампа в коллекции, они даже использовали для определения содержания метана в выработке, то есть, там прямо риски вот на этом стекле нарисованы, и смотрели, до куда поднимается пламя, то есть, все равно воздух-то подтягивается с этим метаном, но распространения не происходит, и на сколько пламя поднялось, там прямо проценты написаны, там 1%, 2%, там больше, то есть, такие лампы до примерно 70-х годов, они и сейчас есть, кстати, где-то применяют, очень эффективные лампы, их применяют коммунальщики, когда в колодцы спускаются, для определения загазованности колодцев, они масляные, они бензиновые, вот эти лампы бензиновые, вот, то есть, определяли для, определяли метан, содержание метана, вот, были вот такие, так скажем, отражательные светильники, бленды, да, то есть, ее можно было на грудь даже повесить, они двигались, с другой, повешивал на грудь, пришел, поставил где-то на камушек, свеча горит там, прогорела, поставил следующую, вот эта бленда, она с туринских рудников, но это вообще редкая вещь, если вот это вот попадается довольно часто, и в интернете их полно, вот, поэтому мы стараемся собирать только вот, прямо то, что вот из рудников вытащены, из шахт, вот это, допустим, Рудник Золотая Гора, это Карабаш, в 30-е годы он отрабатывался, вот, а вот этих вот вещей, их нету нигде, вот даже, сохранность хорошая, да, сохранность хорошая, даже если вы сейчас сфотографируете, и поезд по картинке сделаете, вы не найдете ничего, то есть, вот это вообще в принципе нигде нет, буквально там 2-3 музейных фотографии, может где-то выскочить, что вот там, где-то там какой-то старинный рудник, и там люди вот с этими лампами, а так вот, чтобы такой экспонат, мне кажется, не плывал, вот, вот, потом другая вотка с фонарей, это пошло, значит, карбидные фонари, вот такие вот, то есть туда загружался карбид, заливалась вода, потихоньку шла реакция, и из вот этого носика шел газ ацетилен, этот газ поджарелся, и равномерный такой, очень яркий по сравнению вот с этими, всеми светильниками, этот свет был ярче, ну и сюда еще бывало, такой отражатель ставили, чтобы тоже свет был направлен, типа вот здесь блестящий отражатель, вот, то есть были масляные, были вот тербидные, стремитирные вот такие были, бензиновая лампа были, ну и потом уже, значит, в 20 веке появились, примерно, примерно, наверное, годы, могу соврать, может быть, в 30-е, появились первые аккумуляторные светильники, то есть аккумуляторные батареи, они тоже разных форм были, но первые аккумуляторные светильники, они были, похожи очень вот на эту форму, тоже забивались так же в крепь, могли где-то подвеситься, или забиваться в крепь, они у нас есть, но в силу того, что машина небольшая у нас, не резиновая, ну, не привез эти фонари, то есть их тоже много всяких разновидностей было, ну и потом, видимо, уже, когда, значит, улучшали все это дело, и габаритные размеры, и габариты, и масса уменьшались, то стало очевидно, что проще это закрепить на пояс, вот первые светильники, такие у нас, вот на рудниках, на североуральских бокситовых, тоже крепились на пояс, это ЛКС, ЛСК-10, по-моему, вот, они появились примерно в 40-е, 50-е годы, тоже такое у нас есть, нашли его, привели в порядок, реставрировали, вот, то есть, сейчас светильники шахтерские, в основном, тоже вешаются на пояс, но есть налогные, маленькие, то есть, батареи достаточно, сейчас светодиодные, потребление маленькое, батарейки достаточно уже маленькие, но почему вешаем на пояс до сих пор, потому что у шахтеров, значит, ну, в шахтах, значит, обязана быть система позиционирования работников, то есть, она должна указывать и выводить диспетчер на компьютер местоположение каждого работника, вот этот чип, его встраивают, вот этот светильник, и вот в головной-то, его, по всей видимости, трудновато пока вместить, поэтому, вот до сих пор, вот эти вот, на поясе светильники носят, вот, ну и осталось у нас, значит, белокреисковые, белокреисковые, то есть, вот это вот, лопатки, ну, все представляют, что такое Вашгер, да, то есть, это простейший прибор для промывки золотоносных песков, сверху, в этот короб накидывается песок, лотосодержащий, ручным там насосом или помпой, какой-то подается вода, накачивается из ближайшего там водоема, небольшой уклон, из досочек, это все собрано, там какие-то коврики лежат для улавливания, шлифа, золотосодержащего, а сверху стоит сетка такая, так скажем, которая, которая, которая отделяет только мелкую фракцию, чтобы песочек-то туда просыпался, вот этими лопатками скидывали просто сверху все, что крупнее, ну и самородки в том числе, они уходили, если их не увидели визуально, у него били, значит, первые, первые железные дороги, да, они были конно-железные, то есть паровозов, когда еще не было, были вагонеточки, и лошадками таскали вагонетки с рудой, это вот Кутимский завод, рудник, Александровский разрез, и километр почти дороги с вот этого водняка на завод, на дом, то есть там верхняя засыпка была в доме, огромная заводская стена, вот мы там нынче, в прошлый или позапрошлый год были, нашли вот эти вот принадлежности к железной дороге, то есть, ну сами рельсы, посмотрите, да, какие они, сколько, килограмма, 3-4, наверное, метра весит, то есть, если сейчас у нас рельсы, там, в ледняках, это там, и 35-е, по-моему, в арках 33, 33 килограмма метра, тут, наверное, 3 килограмма на метр, а железнодорожные, МПСовские, они там, намного больше, 65-е, наверное, вот такое все миниатюрное, это вот именно для лошадок, то есть, это были быстроразборные, то есть, надо ее перекинуть, там, этот пуск уже перекинули, другое место, есть у нас в коллекции музея, рельсы, вообще с перьевым соединением, то есть, вот такие перья, приклепаны к рельсу, и не просто вот на тот рельс, вот так одеваются, состыковали, все, и тут же дорога пошла в другое место, есть стрелочные эти, значит, переводы, разминовки, находили на стоимных рельсах, но это все, к сожалению, не привезешь сюда, а это вот как раз для лагонеток с цепкой, то есть, вставили, вышло, палец туда забили, все, следующую лагонетку прицепили, не особо, конечно, оно и сейчас поменялось, примерно так же и есть, только все побольше, ну и одна из самых, таких, считаем, недооцененных тем, это удлижения, это угольные печатки, угольные всякие жетоны, жеребья, то есть, у нас даже, к сожалению, на Урале мало кто знает, вообще эти сами названия, то есть, кто-то не спросил, угольные печатки, да я честно скажу, и сам года три назад, что за печатки, ну, думал, какие-то печатки из угля делаются, там, на пальцы надевать, оказалось, что это интереснейшая тема, есть коллекционеры, есть книги, суть в чем, что у нас, наши заводы, уральские, они работали на древесном угле, то есть, камень много, значит, в 18-19-м веке не использовался, потом уже позже стал использоваться, работали на древесном угле, каждому заводу обладилась дача, где можно было рубить этот лес, там, и сжечь из него уголь, и крестьяне, значит, занимались углижением, то есть, была повинность какая-то, да, там, приписные крестьяне, кто-то в будняках работал, кто-то на заводе работал, а кто-то жег уголь для завода, и вот, мера от этого угля был вот такой короб, плетеный, конечно, это из ивы, там, из черемуфи, из прутьев, вели короба, и крестьяне, значит, определенное количество коробов, таких за сезон, должен был знать, что уже отработать свою повинность, вот, но, это же тяжелейший труд, то есть, это все собиралось в куче, откладывалось дернам, надо было внутрь залезть, это все зажечь, регулировать подачу воздуха, чтобы уголь и не сгорел, и в то же время и превратился все-таки в этот древесный уголь, очень тяжелая работа, жили в землянках, этот смрад этот разъедал органы дыхания, то есть, ну, крайне тяжелая работа, крестьяне всячески пытались что-то хитрить заводчиков, приемщиков этого, где-то они короба уменьшались, всяких короба станет не иметь, они все равно догадывались, как там обманулись, где-то, значит, не досмотрели, он поехал вываливать, не вывалил, уехал обратно, и с этим же коробом, он опять приехал на завод, и, значит, для учета вот этих коробов, сданных на завод, вводили угольные печатки, угольные жеребья, штемпель, ну, на разных заводах, по-разному, но в основном, это угольные печатки, то есть, когда крестьянин привозил, этот уголь сгрузил, ему давали вот такую угольную печатку, сначала эти печатки были герестяные, потом деревянные, ну, они в единичных экземплярах, вот герестяные, где-то я видел фотографию, где-то в Сибири сохранилась одна, здесь, по-моему, вообще не сохранилось таких, вот, а потом стали печатать уже вот такие металлические, медные, там всякие из других металлов были, и в 1749 году Екатеринбургский монетный дворный 20 заводов выпустил, именно такие заводские, они одинаковые, только буквами они различались, вот она там вот слева есть, ну, я не стал привозить такие слева вот буквы, П, И, З, У, то есть, это П, Выскорский завод, З это завод, и У это угольные, еще кроме угольных, выпустили рудные печатки, и даже были известованы, то есть, известно, как мы свозили на заводе, выпускали известковые печатки, но, к сожалению, вот эти вот рудные-известковые, они не прижились, то есть, весь этот пираж, который был выпущен с буквами Р, рудные и известковые, это все пошло для учета приема угля, то есть, это все стали угольные печатки, вот, и сейчас есть коллекционеры вот этих угольных печаток, очень большая коллекция здесь, в областном краеведческом музее, несколько тысяч, но там в основном они все одинаковые, вот, но находят их сейчас крайне мало, то есть, кто-то занимается там поиском, металлопоиском, а они периодически появляются в интернете, но это все прямо вот единичные находки, ну, и мое мнение, что это прямо вот недооцененная отрасль коллекционирования, то есть, это прямо, я бы сказал, что это лицо наших заводов, это визитные карточки наших заводов, то есть, не так и много осталось вот, вот, старой металлургии, да, отвергив заводов Урала, совсем мало осталось, то есть, мы вот пытаемся что-то найти, а практически ничего нету, а вот, допустим, печатка Николая Толгинского завода Максима Паскадяшина, то есть, это 18-й век, сейчас вот появилась в интернете печатка, но она не сейчас появилась, то есть, мы хотя бы слезы ее нашли, где она находится, вот, буква МП, то есть, это Максим Макеляшин, вот эти вот клейма, я вам не показал, вот, я парню от достов инструмента привез, то есть, мы, когда первый раз нашли МП, точнее, первый раз нам попалось ПЗ, у нас было предположение, что это Петропавловский завод, но обычно сюда ставят именники, то есть, Кузнец ставит свои инициалы, или там, мастер там какой-то, М, можно подумать, было, что это МП, а там мастер какой-нибудь, там Пупкин, или там, подмастерия там такой-то, но попалось второй раз, попалось третий раз, и всего уже вот 7 или 8 предметов, вот топор тоже, и вот эти вот объекты, для которых мы это нашли, мы точно знаем, что там в Ботл, работали люди походящими, и когда она попадается там до 100 километров, после друга, на разных рудняках, до работавших в одно время, было возникает вопрос, что все-таки это, мы склонились к тому, что это именно логотип походящим, а когда появилась вот эта угольная печатка, и на ней буква МП, и там еще так интересно на ней, то есть буква М, и буква П, у них общая ножка вот эта вот, центральная ножка, да, центральная ножка, у них общая, ну и тут уже стало очевидно, что действительно это вот логотип походящим, и вот сейчас вот такая угольная печатка, мы нашли хотя бы следы ее где, хотя бы фотографию получить, вот, то есть интереснейшая тема, ну и тут вот пара предметов, связанных с углижением, то есть это тоже в местах, где вот занимались сжение и угли, мы находили кучи прямо эти в лесу, на стороне СИО, огромная куча, там, наверное, там 20 лежит, рядом еще одна, а это уголь не вывезен, то есть мы начинаем, снимаем ее, а там дальше идет уголь, и вот набирали его мешки, просто рядом с машиной, находили еще шашлыки, на шашлыки прекрасно идет, то есть куколь пролежал там несколько столетий, и баню топили, и шашлыки, и классные. А прямо до какого времени это было? Ну, вот там, который мы нашли, это Всеволода-Благодатское село, это Североуральское, в сторону Евделя, там два периода было, то есть там был завод в начале 19-го года, но Всеволодские нашли золото потом в этой даче и стали заниматься золотом, а этот завод забросили. Ну, еще я слышал, что там еще были попытки строительства, но наверное это вот начало 19-го века, и все это все. То есть 200-минус. А это ваш автопротет? Я не знал об этом, я не знал об этом, но мне коллега тут как-то, я смотрю, у него высветилось, что высветилось на телефоне, когда ему звонят, и вот это вот твой портрет, он был, когда мы здесь фотографировали, мы поставили на дозвонку. Пахмут! Нет, вот-вот портрет. Ну, я говорю, не из Украины? Да вот автопротет. Это, ну, это важно. Люди демократы. Парень нарисовал, мы тогда книгу делали, и он нарисовал эту книгу рисунки, подарил в музее это все. Но оказалось, что похоже. Ну, двой какой-то. Работать смелый, вы не учились. Пуста все. Ну, как вроде... Еще вещь про крюки вот интересная. Так, крюки, да, это вот, значит, бадья, да? Бадья, у меня двушная. Тоже, кстати, раз, вверх. Настоящая бадья. Настоящая, 18-й вверх. Так, крюки, так, тяжело. Такие слабокие. А вы, вот, и твой, с твоей работой. Ну, если бы такие сильные были, да, все время. Вот, то есть, да, просто пророчу, да, все время видеть. Такая пророчина, чтобы не скользила. А без пуски, вот, губки узкие, да, эти шатерки, слабоые узкие, где-то могла бадья пойти в раскачку, допустим, задеть закреп, да, и с этого крюка свалиться. Для того, чтобы этого не происходило, делали вот такие вот, ну, они всякие, всякие разные причудливые. То есть, надо было несколько раз его туда закрутить, и тогда уже бадья точно не свалится. Вот, ну, и находили, значит, и комные ворота находили, и ручные ворота находили, все это собирали, передавали в музеи. И с ним мы интереснейшие, и тема, так скажем, мало затронутая, к сожалению, на Урале. Вот я даже по Европе проехал в свое время, ну, несколько лет назад. Там, куда они заедли, какие-то горнятские ремесла были, какие-то старинные рудники, они все это берегут. То есть, у них это выставлено, там частные коллекции, в ресторанах, в ресторанах, да, вот в Словакии был. Это все у них так прям очтится. А у нас Урал, это же прям мирового уровня, такой горнорудный узел, и как-то вот у нас это вот крайне мало представлено, да. Только ходили пенальзи, да. Ну, еще, в принципе, еще можно это найти, можно это как-то собрать пока. Я считаю, надо этим заниматься, и надо это популяризировать, чтобы это стало вот прямо уважаемо, скажите, молодежи в первую очередь, чтобы этим занимались. Но это только угольные шахты, или еще какие-то стереи? Нет, ну, угольных шахт вообще нет. То есть, у нас угольных шахт, ну, были в Болчанске, там, в 40-е годы небольшие угольные шахты, это совершенно другая отрасль, это вот угольные шахты, это Кизил, Кизиловский угольный бассейн, у них есть там неплохой музей, ну, я видел только фотографии, сам пока не было там музея, они собрали вот то, какие-то механизмы, приспособления, там, инструменты и так далее. У нас все-таки это рубрики. И все это у вас североуральцы. Почему? Североуральские, я живу, живу как-то. Но в Полевском же это тоже же все есть. Ну, от Североуральского до Полевского 500 с лишним километров. Далековато, да. Если будут энтузиасты в Полевском, которые бы вот этой темой занимались, я знаю, что у вас недавно, год назад, вскрыли шахту старинную, что-то строили после города, что-то строили, какой-то, был торговый комплекс, или что, и вылезли вот эти выработки, вот крепи, вот эти старинные. Вот эти объекты, надо обязательно исследовать, и вот эти вещи собирать. то есть это наша история, мы ее не видим, мы не знаем. Ну, собственно, то, что Михаил сказал, этим мы и занимаемся, я, во-первых, хочу сказать огромное спасибо, это второй раз, когда Михаил к нам приезжает, в январе прошлого года, да, в лимитии, позапрошлого года, да, когда уже была аналогичная экспозиция, и у нас потом на сайте и в соцсетях были прям очень положительные отклики, и я очень признателен, объясняю, что Михаил откликнулся на наше предложение сделать повторную на эту выставку. Более того, для меня, например, в прошлый раз было открытием, что на эту выставку пришел и представитель академической среды. Люди, которые из института археологии, истории археологии изучают эту тему многие годы, публикуют книги, и это тоже такой пласт, который мы непосредственно не касаемся, а он все равно к нам имеет прямое отношение к теме выставки. И поэтому, вот, опять же, благодаря МКУ завтра у нас в 12.05 экскурсия Михаила здесь, а в час и потом в час 30 ждем как раз выступления профессоров из института историю археологии, мы вас всех приглашаем, там тоже будут эти темы все затронуты, и это очень круто, Миша, спасибо огромное, если есть какие-то вопросы. Я добавлю просто, почему у нас сотрудничество такое интересное происходит с учеными, потому что ученые, они в основном работают, историки, краеведы, ученые, они работают по архивам, то есть они в архивах находят какие-то интересные документы, делают какие-то выводы, пишут статьи соответствующие, но чтобы это шло в массы, это должно быть проиллюстрировано, это должно быть красиво, и чтобы это влекло человека к тому, чтобы он сам пошел и что-то нашел, побывал в этом. А мы вот по этим их работам сотрудничаем с ними, и говорим, вот там-то, там-то интересно посмотреть, где-то рудник был, допустим, ну я к примеру говорю, мы туда приезжаем и находим, допустим, там какие-то вот такие вот вещи, инструменты, тащим это в музей, делаем хорошие фотографии, и вот эти статьи уже можно снабдить вот этими фотографиями, вот сейчас мы делаем такую книгу по наследию Максима Походящего, то, что вот на Северном Урале, рабочее название наследия Максима Походящего на Северном Урале, и там сотни фотографий вот этого всего. То есть, когда это сухая статья, да, она интересная, для нас она крайне интересная, но когда она идет иллюстрирована, вот это уже совершенно по-другому смотрится. Это вот как раз сотрудничество практики и теория, которое дает прям результат. Практическое краеведение, так сказать. Интернет, интернет-помощь, там, так получается, да? Меня всегда завораживают календарики, которые в Минерал Шоу уже не первый год, ему, наверное, не первые десятилетия. Скажите, вы к этому какое-то отношение имеете, да? Я имею в виду, что у вас прям тесно, какой-то альянс, вы фотографируете эти Минералы, да, допустим? Ну, это Игорь Дмитриевич, лучше его спросить, как это? Я просто вылетаю авторство ваше, одного из Минералов. Да, да, не одного, там было четыре календаря мы выписали по итогам прошлой выставки, и там на двух календарях были на одном фонаре, на втором хайло, да, два календаря это были с Минералами как раз северными, и там, да, там был авторство и... ну, да. Ну, тут, конечно, это часть, только того, что есть коллекция здесь, там, где ты, несколько раз больше, у нас, так что, в Минералами приезжают. Еще, вот, извини, лишь хочу сказать, что, насколько быстро это время, на следующую неделю слышно, что мой кабинет будет замечать свои десятилетия. Вроде, вот, мы недавно только смотрели, там, сначала открытие, потом открытие второго зала, и то, вот, мы же, мы пишем, такой, не вели, я, блин, да ладно? Надо выпустить какие-нибудь медленные глянии. Это же тот уже, да, а что, мы подумаем по поводу, кстати, календарей это хорошая тема, и мы десятилетия шестного кабинета, календарик, серия календариков может все равно закрыть. Вот, это вот, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok